Здравствуй, дорогой зритель! Поиграем сегодня в Endzone. Это такой аналог Фростпанка, но здесь не про холод, а про сразу много разных неприятностей, которые сваливаются на голову людей, вышедших спустя 100 лет из убежищ после ядерной войны. Это как в Фоллауте. Только в Фоллауте мы выходим и бродим одним чувачком, а здесь мы будем строить себе колонию целую. Игра в раннем доступе. Я за ней давно посматривал одним глазком, но сейчас мне друг сказал, что вроде уже там много всего сделали. Привет тебе, Колян! И смотрите, да, много уже всего выкатили, и, судя по всему, тут уже все заканчивается, поэтому она близится к релизу, а сейчас еще и скидки на распродажи в честь Хэллоуина в системе. Так что давайте играть. Я посмотрел обучение немножко, но обучение неинтересное. Постройте это здание, построите второе здание. Ни до чего интересного я там не дошел, поэтому это будет практически первый взгляд на все это дело. И давайте возьмем сценарий, потому что режим выживания, я так понимаю, это песочница, которая без конца, без цели, и от этого не очень интересно. Хотя какое-то время в песочнице покопошиться тоже бывает занятно. Но сценарий все-таки более осмысленное будет прохождение, поэтому возьмем его. Но из сценариев я возьму... Так, где ты? Где ты? Вот этот вот последний сценарий. Рим не сразу строился. Покинув убежище, люди стали скитаться по земле, основывать поселения, забрасывать их, искать новое место. Но ваш план куда более масштабен. Вы хотите основать город, который выдержит испытания временем и станет центром нового мира. Почему его? Потому что он, по сути, как бы та же самая песочница, но есть у него тут, видите, три медали, которые надо заработать. А все предыдущие сценарии, они уже предполагают, что некоторые знания механик есть. Потому что первый там сценарий, найдите... Как они называются? Семена. Как искать семена, я пока вообще не представляю, да? Поэтому, чтобы там побеждать, нужно уже в механиках разбираться. Так что вот этот вот более-менее свободный сценарий, но, тем не менее, с четко определенными целями, должен быть поинтересней. Изменить параметры. Кстати говоря, так, шаблон карты. Простая игра, максимум сложности, без деревьев, расслабленное изучение. Среднее. Не, ну не среднее, конечно. Так, постройки нет. Без деревьев. Без деревьев, как древесина, бывает вопрос. Давайте, максимум сложности, конечно же. Размер карты большой. Горы, озера, леса, развалины. Дикие животные. Открыть все семена. Ну, вот это вот... Вот это вот, ладно. Здесь максимум сложностей накинули. Управление загрязненностью дождя. Не знаю. Максимальная загрязненность большая. Засухи случайные. Песчаные бури. Урон от песчаной бури. Ладно. Название поселения. Бартон. Да пусть так будет, наверное. Так, потребление предметов, износ снаряжения. Ну, я так понимаю, что на максимум сложности все уже включилось. Тут до воды далеко. Видимо, да. Ну, погнали по хардкорчику. Рим не сразу встроился. По хардкорчику попробуем. Если вы не смотрели мои прохождения других игр ранее, то я сразу предупреждаю, что прохождение выкладывается постепенно, по мере готовности. Не как делают некоторые ютуберы. Они все отснимают полностью и потом выкладывают серии. Нет, я отснял, выложил. Отснял, выложил. Так что к чему все это приведет, я сам не знаю. Еще раз, это первый взгляд-начало прохождения. Поэтому на какой-то супер-мастер-класс не надейтесь. Но зато увидите реально сложности человека, который только вылез из убежища и еще не очень-то ориентируется в окружающей местности. Новое начало. Н.А. Следопыт. 21 апреля 1200... Ой, е-мое. Как плохо все с утра у меня. 1200. 2184 года, когда я еще был мальчишкой и жил в убежище, отец всегда читал мне что-нибудь перед сном. Книг у нас было не очень много, но мне особенно нравились рассказы о Древней Греции и Риме, которые отец читал с искренним воодушевлением. Ничего удивительного, что однажды мне пришла мысль снова создать то, чего мир лишился. Вечный город, подобный Великому Риму. Давайте построим новый дом. Аввентий, следопыт. Марк Тулей Цицерон сказал. Все развивается из малого. Да, и Рим не сразу строился. Центру нового мира нужно время, чтобы окрепнуть большинство поселений, возникших после выхода из убежищ, продержалось от нескольких месяцев до нескольких лет. Мне предстоит сделать так, чтобы основанный сегодня город продержался дольше, чем живет человек. Ну, если бы ты в России выстроил город, то вообще легко. С нашей-то продолжительностью жизни. Ну, давай сделаем. Так, давай сделаем паузу. Надо же осмотреться. Еще раз, я начал прохождение, ой, прохождение, обучение. Минут 10 я в него посмотрел, потому что оно реально скучное. Поставьте один домик, поставьте другой. Поэтому кое-какие кнопки я уже знаю, но не все. Так что будем разбираться. Ну, вот я вижу, что воды нету вообще. Наверное, как три сотки, и она уже красная. В этом, в обучении воды было дофига. Инструменты, защиты от радиации нет вообще. Ой, и человечков-то всего 8 взрослых, 5 детей. Так, и какой-то он уже красненький. Вот эта полоска, это жизнь, его нет. Так, дети помогают своим семьям доставлять продукты питания или воду домой. Они могут получать образование в школе до тех пор, пока они являются детьми, чтобы заставить их расти до образованных взрослых. Это экспо, наверное. Видимо, это экспо. Проблема номер раз. Нет инструментов. Изготовьте побольше инструментов. Ну, видите, прям как в Фростпанке эти иконочки. Поселенцы беззащитной одежды. Поручите портному изготовить защитную одежду. Так, ну, пару советов мне друг мой дал. Но, в целом, я не очень пока ориентируюсь. Я вот видел еще в превьюхе вот эту кнопку про радиацию, чтобы не ставить дома там, где не надо. Видите, у нас тут зеленый уровень. Это еще как бы по-божески. А вот здесь есть и чистые территории. Это вообще хорошо. Так, малый запас воды еще у нас. А до воды нам сказали далеко, да? Вон вода наша, да? А ближе нету, что ли? Ближе воды, походу, нету. Вот еще сверху. Но здесь нужно через радиоактивные области за этой водой топать. А здесь можно обойти аккуратненько. Но они не будут же аккуратненько обходить. Они же не видят, наверное, радиацию. Они будут прямо вот так. А тут еще и вода зараженная. Так, а слева воды тоже нет. А, вот туда можно. В маленькую лужу эту. Хотя туда еще дальше. Нет, не дальше. Так же. Но она не зараженная совсем. Это что за здоровый дом? Мебельный магазин. Какая удача. У нас еще нету домов, нету палаток. Но зато уже можно мебелью запастись. Так, здесь, кстати, вода тоже такая себе фиговая. Вот я не знаю, вот эта лужа, она ограничена ресурсом или не ограничена. То есть она израсходуется или не израсходуется. Придется, наверное, потаскать вот оттуда. Здесь дорога побезопаснее, я думаю. Так, с водой понятно, куда мы дернемся. За водой туда. Дальше. Вот эта вот история с инструментами. Изготовьте инструменты. Беззащитные одежды. Я так подозреваю, что беззащитные одежды начнут они цеплять радиацию. Так, ладно, вода. Чтобы строить воду, добывать воду, нужно... О, так и... В обучении мне сказали, стройте мостки. Потому что мостки это типа круто. До мостков мостки строить только на озере можно. На лужу, на вот этой. Туда надо бегать. А я вот вижу колодец, например. Его можно построить рядом с домом. И не бегать. Единственная стоимость. Хватает, не хватает? Сколько это стоит? 30 болтов. У нас их 100. И 30 это время, да? Затраты на строительство. Профессия колодезник. Энергопотребление. Вот, что проблема, наверное. Не. Колодец забывает воду медленно, зато может делать это даже во время засухи. Если колодцы расположены слишком близко друг к другу, эффективность каждого снижается. И это понятно. Такому что электричество, что ли, нужно? Насос там, да, работает? От дождесборника пластика не хватает. Ладно, возможно, меня не обманули в обучении. Будем строить мостки. Сюда куда-нибудь аккуратненько воткнем. Есть. Так, теперь нам нужны строители. У нас всего 8, да? Сейчас начнем копошить воду. Рядом сразу поставим цистерну. Хотя цистерну поставим не там. В обучении было сказано, ставьте цистерну рядом с водой, где ее добывают, чтобы им недалеко было ходить. Но пускай они таскают вон сюда, чтобы у нас был запас воды рядом с домиком. Наверное. Будет ли в этом смысл? Будут таскать воду к базе. Отсюда распределять уже там на посевы, на все прочее. Лучше пусть... Тогда лучше посерединке поставить, на самом деле. Эти будут бегать здесь, эти будут бегать здесь. М1 будет бегать вот так вот. Тыдык, тыдык. Тыдык, тыдык. По серединке тогда поставлю. Как-то здание можно крутить, судя по всему, вот этой зеленой штуки. Но я что-то не знаю пока, как это делать. Ну давайте попробуем здесь поставить. Есть. Еще строителей накинем, да? Водоносы еще нужны, которые будут таскать. И давайте с портным разберемся. А где портные? Логистика, экспедиция. Могильщик, шахтер. Портной. А, видимо, чтобы портного зарядить, нужно сначала построить здание для этого всего. Так, а вот инструменты, да, которых тоже не хватает на всех наших людей. Инструменты делать техник, видимо, да? Это все еще надо отстроить. Ладно, занимаемся водой. Тогда все бегом на стройку. Сначала. Сначала все бегом на стройку. А потом все бегом на воду. Так, ну что вы, людишки. Давайте вторую, что ли, скорость сразу? Да, вон, похватали из автобусика. Из-за нашего ржавого. Да, красиво нарисовано. Приятно. Есть похожая игра Aftermath. Она вышла недавно из эксклюзива Epic Games Store в Steam. Хотя это все равно ранний доступ. Эксклюзивный ранний доступ был в Epic. Теперь эксклюзивный ранний доступ в Steam. Вот она похожа, но она не так хороша. Там больше проображений. Ну а что вы дальше не бежите строить? Вон туда теперь бегите строить. Строй это. А, вон там другие бегают сверху, да? Два. Там два всего нужно. Понятно. Ну погнали тогда. Все на воду. Что тут за вопросик? Не хватает мостики. Ну вон же мостик построили. Вот несут. Что ты? Сейчас донесет, пропадет? Нет. Разберемся. Чешет, чешет, чешет. А он не туда чешет-то. Куда мне надо. Да, мимо. Стойка, стойка, стойка. Малый запас еды. Понятно. Но воду вообще уже выпили. Так, мостик есть. А что вы тут-то не носите? Люди. Не понимаю. Не хватает мостки, дождесборник или колодец. Оно не работает, что ли, на таком расстоянии? Серьезно? Странно. Чего бы отсюда сюда воду не отнести и сюда не вылить? А эти бы забирали. Нормальный же план был. Ладно, сейчас давайте с едой. Поле. Поле долго. Хижина рыбака. Давай вот сюда. Так. А теперь мне нужно разобраться, как повернуть домик. Ой. Не туда что-то нажал. Серьезно. Ага, на R. Вот. Ай. Не хочу в радиацию его засовывать. Вот так вот. Давайте. Бегом, тройки строителей. Так, ну вы что тут? Вы что не делаете? Что-то произошло. Превратился в призрака наш домик. А вот кто-то прибежал. Нет, они воду так и не носят, да? Почему вы не носите воду? Поселенцы, страдающие от жажды. Без инструментов, без защитной одежды. Несчастные поселенцы. Несчастные поселенцы. Так, рыбака. Это построили? Нет еще? Еще не построили. Стройте бегом вот эту штуку. В обучалке они начинали таскать эту штуку сами. Так, водоносы. Ну вот, водоносы. Пять. Ну и там я ставил, да, прямо рядом. Вот, смотрите, источник строить. Ну а вот этот чем-то не источник. Мимо, смотрите, да, вот он от мостков. Идет на мимо. С такими поселенчиками мы тут... А вы что там бруете? Смотрите, что творят. А-а-а, чудилы. Вы зачем через радиацию бегаете? Вот же нормальная дорога. Ну, я в самом начале сказал, что они, скорее всего, не догоняют, где есть радиация, где нет радиации. Это мне видать здесь. Вот они и бегают через радиоактивную зону. Она, конечно, зелененькая. О, кстати, смотрите, она уменьшается. Но она, тем не менее, есть. Ну, что тут хижинку рыбака есть. Теперь давайте рыбаков вместо строителей берем рыбаков. Начинаем быстро ловить рыбу в лужице в своей. Так, есть, пошло. Водоносы. Водоносы не пошли, да? Эта хрень... А-а-а, вот у нее радиодействие. Я понял. Нужно забрать тогда ее нафиг. Вот косяк вышел. Так, ладно. Пошел дождик. Мы тут дождесборник. Лучше бы я поставил бы. А, не хватает пластика. Понятно. А на цистерну уже тоже ничего не хватает. Фиг с ним. Ладно, разбирайте вот эту фигню. Вон оно как работает. А у мостков-то нету радиуса действия. Сейчас окажется, что они все равно не могут таскать воду оттуда. Ой, что-то еще происходит. Бездомные профессионалы без рабочего места. То есть безработица, да? Наступила. Не, ну что, серьезно? Они не будут бегать вот сюда за водой? Ну, это странно. Так, максимально я вот так могу, да, отодвинуть цистерну. Но у меня есть смысл. Хотя, наверное, есть смысл в этом. Ага, вот подсвечивается. Так, не подсвечивается уже. Смысл, наверное, в том, чтобы... Горя вплотную подоставим. Чтобы набрать сначала сюда, а потом отсюда не будут брать. Иначе они, походу, не умеют шевелиться. Поэтому еще раз строим эту штуку. Строители есть. Водоносов пока нет. Так, ну, еда пошла немножко в плюс. Уже неплохо. Так, давайте, давайте, строите быстрее эту фигню. И начинайте быстрее воду набирать. Давайте третью скорость еще быстрее построим. Так, еду опять все слопали. Так, он опять появился. Ну ладно, с едой более-менее не в ноле. Вода вот в ноле, вот что мне не нравится. Давай-давай-давай-давай. Так, вот, пошла стройка. Есть. Так, теперь берем строителей. Наносим. И делаем водоносов. Почему только четверых? Почему нельзя больше? Поселенцы страдают от жарды. Ну вот и проверяем. Давайте. Теперь-то будете его собирать? Ага, вот, включено, да? Понятно, ладно. Лучше здание разобрать. Далеко не могут нести, проливается. Все, ладно, с этим разобрались. Здесь у нас по максимуму, да? Нет, три из четырех. У нас уже уменьшилось, что ли, да? Ой, да. А что случилось? Стойте-ка. Я не увидел. У нас, во-первых, все дети пропали. И у нас уже один мужик пропал. А я момент этот упустил. Бездомные. У нас уже полколонии вымерло. К сожалению. Ну вот в Фростпанке как-то об этом явно предупреждалось. А, вот, смотрите, вот они валяются. Да. Мертвец. Пять из пяти. Да, действительно, все вымерли. Все дети вымерли. И взрослый тоже один вымер. Не очень. Ну, чего власть-то? Ну, с водой я втупил, ладно, согласен. А лежажда они. Ладно, попытаемся еще дальше продолжать. Отрицательные эффекты. Низкий уровень рождаемости. Угроза преступности. Угроза мятежа. Поэтому и не хватает. Так, ну что, вода-то набралась. Нет еще. Рыбаки есть, водоносы есть. Недовольство заставляет наших поселенцев бунтовать. В ходе волнения было повреждено несколько зданий. Хорошо. Что ж хорошего-то? Нужно отремонтировать поврежденные здания. Кроме того, придется что-то сделать, чтобы улучшить настроение поселенцев. Чудилы. Вы сломали воду свою уже, собственно. Вот вы чудилы. Так, осталось пять чудил всего у нас. Четыре. Походу, все. Вот такой вот. Сейчас будет короткий первый взгляд. Но из этого вынесен важный урок. Водосборник надо ставить близко. Ну что, есть еще живые-то кто-нибудь успеет отремонтировать? Так, ну воды зато... А, ну вот, кстати, вода тоже подкопилась. Еда в запасе. Рыбака оставляем одного. Строителей двух. Так, водонос пока не нужен. Пока сломали. Бегом ремонтировать. Бегом, бегом ремонтируйте воду. А, три осталось. Нет, не успеют, наверное. Так, а отдохнут от чего? Запас воды. Запас еды. А, сожрали всю еду еще, да? И домов нет. Все, да? Четыре года удалось продержаться. Все, осталось всего два. Ну, один строит, один еду добывает. Что, нормальный план. Где вы? Опа. Что там опять? Близится засуха. Ё-моё. Засуха еще. Только засухи мне не хватало. Я еще не успел. Водынка. Так вот, пришел наш строитель. Есть. Отремонтировал. Все, теперь ты больше не строитель, теперь ты водонос. Они, кстати, эти жители, они разного пола хотя бы. Они смогут продолжить-то рот. Так, ну одна женщина точно все вокруг пересохнет. У нас совсем маленький запас пищи. Нужно срочно что-то делать. Да нужно, конечно. Вы бы не ломали бы, если бы станцию свою по добыче воды. Была бы у вас вода. Раз вы такие дебилы. Сейчас и вымрете по этому. Так, а второй-то персонаж, он мужского пола. Мы удвоили усилия, чтобы обеспечить безопасность. Резервов должно хватить на какое-то время. Во всяком случае, мы на это надеемся. Награда 10 грибов. Нет воды? Нужно срочно сделать. Нужно срочно что-то сделать. Давайте рыбака тогда на воду. Таскайте резь и воду, пока у вас еда есть. Таскайте воду. Сейчас, кстати, второго персонажа поймаю. Ать. Нет. Ать. Ать. Да стой ты. Блин. Но это она, Джустина. Джустину я уже видал. А второй-то где? Вон он берет. Лилия. Это женщина. Мы не сможем продолжить род. Вообще, я читал, что для устойчивого роста колонии, да, какой-то необходимо 100 человек. То есть, если там меньше 100 человек, то они не смогут развиваться, потому что пойдет там смешение. И все. И все вымрут все равно. Поэтому 100 человек надо. Так, а как вы так быстро еду-то захавали? Я вас только переставил на воду. Уровень 25. Строить и ремонтировать. Повязка, угольная маска, защитный костюм. Костюма я не успел сделать. Вообще ничего не успел сделать. Так, вот тащит воду, да? Да, мы удвоили усилие, чтобы обеспечить безопасность. 20 воды. Что там происходит-то? Доживите до 75-го. Ну, это понятно. Малый запас воды. Так, ну у нас и еды уже малый запас. Я не могу одного туда... А, все, он всего один остался. Кто-то сдох, да? Вот, кто-то вымер. Кто ты? Кейра. Кейра давно уже вымерла. Была Джустина и Лили. Лили где-то там, наверное, по обходному пути пошла и не дошла. Вон она, наверное. Нет, это не она. Или это она? Это какой-то уже... Чего-то не могу попасть-то. Это Эдриан. Это тоже не она. Ну ладно. Так, ну воды ты напас уже себе. Теперь иди за едой. Здесь будет выживание такое одним человечком. Можно ему жилой домик тогда тут строить. Нафиг нам этот автобус. Наше население стареет. Многие считают, что пришло время оставить потомство, чтобы развитие по себе не замедлилось. Для того, чтобы завести детей, нам нужно больше жилья. Как-то, интересно, одна заведешь детей. Близица с засухом. Ну воды ты натаскала себе. О, всё. Сценарий завершается. Вот так вот. Гейм, как говорится, овер. Ну что ж. Я предупреждал сразу, что это не мастер-класс по игре. Это хардкорное выживание. Первый раз не получилось, поэтому подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы ещё раз посмотреть, как это будет всё. Ну и другие стратегии, конечно, тоже посмотреть. Пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. И пока.